Как уехать в Европу, не потратив ни копейки? Об этом не понаслышке знают студенты химико-технологического университета. Дмитрий недавно вернулся из Англии. Несколько месяцев проходил стажировку в университете города Нью-Касл. Отправиться туда позволила президентская программа обучения русских студентов за рубежом. Государство оплатило перелет, проживание, питание, транспорт, мелкие расходы. Говоря об условиях работы в британской лаборатории, молодой человек отмечает, что от родных ивановских не сильно отличаются. Конкретно моя научная работа в Англии показывает, что все, что я там делал, я мог бы делать и у нас. Но конкретно там я занимался получением новых красителей, я занимался синтезом по 6-7 дней в неделю, проводил в лаборатории и в итоге получил за 4 месяца два новых комплекса. Примечательно, что страну стажировки студент выбирает самостоятельно. Научный руководитель поможет выбрать подходящий университет и иностранного профессора. Илья Кузьмин полгода провел в Канаде. Хотел отправиться на обучение за рубеж еще раньше, тогда не хватило знания языка. Сфера научных интересов – разработка фрагментов солнечных батарей. Плюс канадских лабораторий в доступности оборудования. Ждать очередь и получать специальное разрешение на пользование прибором не требуется. Моим дальнейшим планом сейчас это защита диплома и поступление в аспирантуру на базе нашего университета. А так бы хотелось часть работы, которую они используют там, методы применить здесь, попробовать использовать, то есть расширить немного. Уехать за тысячи километров за счет госпрограммы может каждый студент. Было бы желание. В этом уверен проректор университета Евгений Румянцев. Рассчитывать на заграничную стажировку могут студенты старших курсов, у которых есть достаточное количество научных статей, опубликованных тезисов. И тогда есть все шансы поработать в лабораториях ведущих вузов мира. Наш университет поддерживает более 50 международных договоров с крупнейшими научными центрами. И мы каждый год делаем такой конкурс, обращаясь к нашим коллегам-партнерам. И вот за последние года три нам удалось таким образом вывести в признанные мировые центры где-то пять человек. На организацию полугодовой стажировки одного человека государство тратит около полутора миллионов рублей. Деньги выдает на руки по частям. Студент не тратит на заграничное образование ни копейки. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.